МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжить отдых можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционы и павильоны. Отдохнуть всей семьей на лавочке в тихом схвере или шумной кампании, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу, и в воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. 13 мая в 11 утра на сцене Докавнеев начнется спектакль «Дюймовочка» в постановке театрального коллектива «Люкс». Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все, как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиозем можно будет 12 мая, начало в 8 вечера. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Если ваш выбор – серьезное кино, то отправляйтесь на фильм «Собибор». История, которая легла в основу картины, известна всем. В 1943 году красноармейский лейтенант Александр Печорский подбил пленников нацистского концлагеря «Собибор» на побег. Этот мятеж вошел в историю как один из самых крупных и наиболее успешных. Главную роль в фильме и режиссерское место занимает Константин Хабенский. А значит, фильм стоит вашего внимания. На экранах российских кинотеатров вторую неделю идет продолжение популярной киносерии «Мстители. Война бесконечности» от студии Marvel. О фильме известно, что некоторым из любимых героев не суждено выжить в смертельной битве с Таносом, главным антагонистом картины. Однако для всех стало полным сюрпризом, насколько радикально режиссеры и сценаристы «Мстителей» подошли к этому вопросу. Кто останется в живых, а с каким героем зрителям придется попрощаться, узнаете, отправившись в кино на этой неделе. И еще одна картина, которая стартовала в прокате – «Такси-5». Как и прежде, в кадре история о совместной работе полиции и таксиста, построившего автомобиль, способного развивать огромную скорость. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.